Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Давно обещала вам собиралку, так что поехали, давайте накрасимся вместе. Сначала я оформляю брови при помощи геля с суперсильной фиксацией, это Schwarzkopf Got2B. Мы еще никогда с вами не были так близки, но я надеюсь, что вы все сможете хорошо рассмотреть. Я поворачиваю щеточку то одной, то другой стороной для того, чтобы сначала их распушить, а потом как бы пригладить и буквально приклеить к коже. Брови держатся в течение дня как прибитые, и я вот так еще слегка прохожусь пальцем, чтобы ничего не оттопыривалось. Посмотрите, в конце будет очень естественный результат. И только лишь пробелы, а не прям все брови, я докрашиваю при помощи самого светлого маркера от бренда Eveline. Вот смотрю, где мне чего-то там недостаточно, и потихоньку себе добавляю, при этом не перебарщивая. Чтобы не перегружать основание брови, я заполняю его при помощи теней от Анастасии Беверли Хиллс. Но это тоже можно сделать маркером. Просто мне нравится так, и вот что у меня получилось. Приступаю к нанесению тона. В этот раз я взяла тон от Shiseido, он увлажняющий, сияющий, дает такое легкое покрытие. Нравится мне особенно в холодное время года, и так как на теле у меня есть автозагар, то лицо немножечко светлее, поэтому тон N3 это мой идеальный оттенок, когда я слегка загорелая. А так на зиму мне больше подходит N2. Этот тон хорошо носится, и покрытия мне достаточно вообще на все случаи жизни. Под глаза я наношу такой увлажняющий, сияющий тоже консилер от бренда Max Factor. Он не дает прям суперсильного покрытия, но очень комфортно ощущается под глазами. И как видите, я сначала все распределяю немного пальцем, при этом не слишком близко подбираюсь к нижнему веку, и остатки убираю при помощи спонжа. Фиксирую T-зону и область под глазами при помощи пудры Sensai. Посмотрите, как здорово она выравнивает именно текстуру кожи, она сглаживает ее, скрывает расширенные поры и, конечно же, фиксирует тон и консилер. Теперь беру бронзер от бренда Chanel, он у меня в самом светлом оттенке. Это нужно было сделать чуть раньше, но я забыла до нанесения пудры, ничего, он и так сработает. Он придает лицу свежесть, такой небольшой эффект загара, и очень просто растушевывается даже той же кистью, которую я использовала для тона. На периферию лица не всегда, но иногда наношу сияющую пудру от бренда Hourglass. Она делает личико таким буквально холеным. Все ссылки я оставлю в описании и название кисточек в том числе. Вот, собственно говоря, что у меня получилось. Добавлю немного увлажняющего тинта от Catrice, он розовый, очень приятный. На щеке небольшое количество естественных румян. Моя фишка для ресниц, без которой я не могу накраситься, это зажим для завивки ресниц от Shuu Uemura. Обалденный эффект дает. Прокрашиваю реснички при помощи туши от Max Factor. Она очень хорошо держит завиток, разделяет ресницы. Не могу сказать, что удлиняет, это больше как объемная тушь. Она хорошо держится и не размазывается в течение дня. Сегодня я решила нанести жидкую матовую помаду, которая не подходит мне по оттенку. Это бренд Sephora в качестве теней на глаза. И вполне себе так ничего. Но оттенок на светлой коже может быть слишком холодным и темным. А это моя палетка от Evoline, которая появилась у меня во время праздников. И я ею сейчас пользуюсь каждый день. Очень красивые оттенки, которые идеально подходят мне на каждый день. Просто тушуются. Мне достаточно этой пигментации. Для всех нейтральных подтонов кожи, для теплых. Это вообще будет находка. С ней все быстро, просто и без заморочек. Я обычно использую три оттенка на каждый день. И это дает мне эффект такого выразительного взгляда. У меня получился матовый макияж глаз. И даже в уголок глаза я наношу светлый матовый цвет. Мне тоже так нравится. Мне кажется, что это выглядит так более современно и очень стильно. Прорисовываю контур губ при помощи карандаша от бренда Pupa в четвертом оттенке. И добавляю немного увлажняющего бальзама в номере 1 от бренда Golden Rose. И на этом мой зимний макияж готов. Приветики! Вы слышали только мой закадровый голос. Поэтому решила с вами поздороваться. Добро пожаловать в новый влог. И сегодня такой день, когда я много чего напланировала. Каких-то бытовых дел. И все идет не по плану. Так что я сегодня буду вся в черном. В знак протеста. И чтобы весь окружающий мир видел мое настроение. Хотела с вами поделиться. Это вчера мы с Томиком вдвоем были в кино. Он выбрал фильм. И говорит, это и драма, и комедия. Все так, как ты любишь. Короче, сходили. Сходили так сходили. Потому что я вышла, и мне хотелось просто отмыться. Не знаю. Это совершенно не то, что мне нужно было в данный момент. Называется он «Треугольник печали». Вы смотрели или нет? Это фильм прошлого года. Он у нас не так давно вышел в прокат. Я понимаю все социальные вопросы. Очень важные. Которые автор хотел затронуть. Там режиссер. Но вот знаете, то, как он был снят. Мне, как зрителю, не всегда это было приятно ощущать на себе. Я даже не знаю, что сказать. Но рекомендовать его точно не буду. Когда у всех гостей корабля началась морская болезнь. И это не просто было как-то вскользь сказано или показано. Это длилось очень долго. И все гости там вот это вот все выливали на себя, как на зрителя. Короче, я вообще как-то по-другому себе представляла нашу свиданку. И мы вышли с Томиком. Я говорю, ну и что, Томак, ты так сильно хотел сходить на этот фильм. Какие у тебя впечатления? Он полный трэш. Хоть и социальные темы там действительно интересные. И, короче, такие дела. Сегодня также я решила немножко освежить домашний интерьер. Поэтому, если успею, то займусь этим. Если нет, то уже завтра. Завтра как раз выходной. Так что кое-что приятненькое для себя. Для себя и для семьи. Но мне важно, вот знаете, менять свое окружение хоть немножко. Вот добавлять какой-то свежести, чего-то нового. Даже попереставлять. Мебель я переставлять не могу. Поэтому ограничиваюсь какими-то подушками и мелким декором. А, и еще, девочки, вот я знаю, что многие из вас живут в Польше. Наверняка вы заметили, насколько влажный здесь климат. И как много у нас дождей. Как будто мы вообще в туманном альбионе. И вот мне уложить волосы, особенно в зимний период времени, это, ну, миссия невыполнима. Я уже поняла, я уже с этим смирилась. Потому что волосы тонкие. Еще мне их подсожгли немного в конце прошлого года. Я не парюсь. Жду, когда они отрастут. И уже раз постриглась, все будет хорошо. И что бы я с ними ни делала, они все равно выкручиваются от влажности. Делают то, что они хотят. И как у вас с волосами. Все нормально, как ваши ощущения, впечатления. Потому что порой мне кажется, что я такой, ничего не умею сделать с волосами. Но последний раз, когда я была на стрижке, и тоже шел очень сильный дождь. Мастер сильно старалась. И было то же самое. Может, вы знаете что-то, что немножко их как бы усмиряет. Когда-то у профессионального, в профессиональной линейке бренда L'Oreal. Или Matrix это был. Ну, короче, что-то, что мне нравилось. Это уже недоступно. Его сняли с продаж. Поэтому, девочки, посоветуйте, пожалуйста. Потому что, ну, сейчас нормально. Выйду на улицу и снова будет пух. Ой, у меня отрастает столько волос. О волосах, может, как-то отдельно нужно рассказать. Но реально у меня несколько длин. Короче, волосы разной длины. То есть, вот здесь такой ежик, прям ежик торчит. Дальше вот где-то на таком уровне у меня тоже еще одна длина. Наверное, из-за того, что ковидом болело несколько раз. И они вот отрастают так постепенно. В прошлом году я болела. Не знаю. Короче, волосы... Да, вообще. Не то, чтобы больно. Это, наверное, самая нелюбимая моя тема на данный момент. Все, поехала за продуктами. Еще обалдею от цен. Кстати, давайте покажу вам потом, что я купила из продуктов. И глянем, сколько составил мой чек. Потому что я вот вижу, сравнивая свою огромную корзину на Пасху, я покупала на много людей. И когда я скупалась тоже на большое количество гостей на Рождество, я, честно говоря, так посмотрела, думаю, ого! Очень сильно повысились цены несколько раз. И особенно большая разница, когда ты скупаешься в каком-то местном магазине и в таких мини-супермаркетах, типа Lidl или Бедронка. В местных локальных магазинах цены вообще пипец полные. То есть ты ничего не купил, и ты выходишь, у тебя минус 25 долларов. То есть это молоко, какие-то там йогурты, что-то, знаете, по мелочи. И хлеб, то есть основное, ну, чтобы скупиться на всю семью, там, мясо купить, больше молочки, какую-то муку, сахар и так далее, чек. Ну, вот на Рождество я скупалась, я потратила 300 долларов. Это прилично, да, на несколько дней, да, на большое количество людей, но тем не менее. И цены повышаются на всё, на отопление, на свет, на школу, на лагеря, на авиабилеты. Ну, это не говоря уже о базовых каких-то продуктах питания. Я вообще просто где-то там ориентировалась больше в чём-то. И да, всё, к сожалению, дорожает. Поэтому пахать, пахать, ещё раз пахать и немножечко где-то себя в чём-то, наверное, ограничивать. Будем смотреть по обстоятельствам. А пока что возвращаюсь в свою бытовую реальность и еду таки за продуктами. И тут неожиданно со мной случился юск. Я поехала в Лидл, в такой небольшой торговый центр в Кракове. Там и Пепко, и Тедди, и юск. Это, кстати, один из моих любимых юсков, где всегда всё аккуратно, чистенько. И это истинное удовольствие просто побродить по такому месту, порассматривать, как-то вдохновиться, зарядиться. И не обязательно что-то покупать. Я не знаю, как вы, а вот я иногда люблю, как говорит одна моя знакомая, заниматься зырингом. То есть ходишь и просто смотришь. Даже, возможно, то, что тебе никогда не пригодится и не особо-то и надо дома. Но лично меня это как-то отвлекает, что ли. И мне дома хочется как-то всё попереставлять, обновить и так далее. Я хочу вам сказать, что это недорогой магазин. Я не знаю, какая там мебель по качеству. Но что касается каких-то элементов декора, каких-то подсвечников и даже посуды. Мне кажется, что это адекватное сочетание цены и качества. И зимой, вы знаете, что я у них что-то покупала именно из новогоднего декора. И какие-то корзинки для организации, кашпо для цветов. И всё, что может пригодиться дома. Такое стильное, лаконичное и, как мне кажется, даже более интересное, чем в Икее. Вот здесь точно можно найти. И при этом не особо потратишься. Какие-то красивые кружечки, тарелочки стоят гораздо дешевле, чем в том же H&M. Но как же красиво с этим совсем можно накрыть стол, например. Или как-то организовать ванную комнату. Просто супер. Причём есть много вариаций разных там цветов, каких-то текстур даже модных. Всякие там подставочки и так далее. Мне это всё не надо было. Но мне так интересно было всё это посмотреть. И даже какие-то товары для дома. Вот это моя метёлочка. И вообще какие-то такие штуки именно для быта. У меня тоже есть из юзка. Они неплохие. И вот этот коврик вообще хочется стоять, трогать и забрать домой. Я его не покупала, но выглядит очень прикольно. Дозаторы для мыла. Даже ёршики стильные, немножко инстаграмные. И, как я сказала, за небольшую цену. Тем более, что сейчас распродажа. Надеюсь, вам интересно было погулять вместе со мной по магазину. Я уже дома. По дороге забежала ещё в юзк. Заварила себе кофе. Нужно быстро всё распаковать, подзарядиться. И потом срочно забирать детей со школы. Но по-быстрому покажу вам, что у меня здесь в покупках. Не вижу, где мой чек. Но он точно где-то здесь был. Вам придётся поверить мне на слово. Может, потом где-то найду. Может, выпал в машине. В общем, все мои покупки обошлись мне ровно в 100 долларов. 440 злотых. Вроде как не критично, но просто раньше было гораздо дешевле. За такое количество продуктов я бы заплатила где-то 250-300 злотых. В целом, нам этого хватит на завтраки и ужины практически на неделю. Начинаем распаковку продуктов. А вы потом напишите, можно было бы на такую сумму скупиться у вас. Вот так. Распаковала и вижу, что я не купила хлопья. Блин. Хотела делать куриные наггетсы из филе. Такое PPKFC из духовки. Собственно, для этого я и купила мясо и рыба. У нас здесь это свиной фарш, с которого я буду готовить пасту, не пасту, макароны по-флотски, не макароны по-флотски. В общем, блюдо называется уазанки. Дети их очень любят. Это такие квадратные макароны с кури... Боже, со свиным фаршем и с капустой. Также взяла им ветчину, чтобы завтра на утро у меня было для тостов. Но вообще мы покупаем классную вкусную ветчину в небольшом магазине здесь рядом. Это тунец. Не в собственном соку, а в оливковом масле. Тоже как-то вкуснее. Уже где-то год приобретаю такой. Две упаковки говяжьих бургеров. Любим домашние. И готовим, наверное, раз в месяц. Две упаковки, я не знаю, как это переводится, дорж. Это белая нежирная рыба. Очень вкусная, пожалуй, моя любимая. Посмотрю перевод, напишу вам на экране. И хочу повторить рыбу по-гречески, которую я готовила на Рождество. Она очень вкусная, но при этом легкая. Еще и сытная и полезная. Очень быстро готовится, запекается, по сути дела. Там еще нужно много овощей. А это фарш из индейки. Тоже люблю его, потому что, вообще, масса применений. Наверное, я его заморожу. И в тефтели, и в какие-то фрикадельки, и котлеты делаю. И паста тоже очень вкусная получается. Теперь мы переходим к овощам и к фруктам. У меня есть картофель. Что-то еще там. Поэтому я взяла такое, знаете, по мелочи. То, что пришло в голову. Но глянула, что было, поэтому, вроде как, ничего лишнего не накупила. Я ненавижу выбрасывать продукты. И так постоянно что-то портится. Я не знаю, как с этим бороться. Килограмм моркови. Универсально, да. Шпинат. Тоже люблю и в пасту класть. И просто так на тарелку очень много. Полезная вещь. И мне это необходимо. А это уже, как бы, чищенная морковь такая маленькая. Удобно давать детям с собой где-то в качестве перекуса. Игнат любит. А я же обожаю морковкой хумус. Есть. Без хлеба, а просто с морковкой. Розовые помидоры. Они самые вкусные в Польше. Помимо вот таких маленьких. Это брокколи. Часто отвариваю для крем-супа. И вообще, Игнат может сам съесть даже большую головку. Представляете? Они у нас с Захаром совершенно разные. Захар много что не ест. А Игнат ест все, можно сказать. Берю советскую капусту. Цветную капусту. Гранат очень любят. Взяла ему. Какие-то фрукты у меня есть. Там мандарины, яблоки. Цукини приличные. Хочу одну сделать с фаршем. А если у меня его хватит. А вообще, очень часто готовлю крем-суп из цукини. Два спелых авокадо. Паприка. Помидорки черри. Люблю даже просто поставить в тарелочку. И постоянно кто-то ходит, подъедает. В качестве тоже перекуса. Но на самом деле и к тостам. И куда угодно. Они очень вкусные. Вот эти они сладкие, ароматные такие. Киви в этот раз обычные. Но мне еще нравится желтая. Очень мне понравилось то, что виноград продавался не в пластике, а вот в такой сумочке бумажной пакетике. Как-то, не знаю, хотелось бы не покупать в пластике. Но часть продуктов и так запакована. Я снова потеряла свои мешочки. Это вообще, не знаю, пастернак или корень петрушки. У нас постоянно говорят, что это корень петрушки. Я люблю класть в суп и когда варю куриный бульон. Сельдерей и вот пастернак или корень петрушки. Но я же в этот раз взяла для рыбы. Это помело. Тоже нравится мне. И квашеные огурцы. Вот эти самые вкусные. И у них еще капуста обалденная. Если вы живете в Польше, то берите на заметку. Хотя моя мама говорит, что у нее огурцы вкуснее. Здесь у меня также в горшочках лук. Но он не слишком острый. Не пахнет потом. Кинза и большая тыква. Тыкву, девочки, я вообще стараюсь сразу нарезать. И часть отправить в морозилку, а часть запечь. А часть еще, если хватит, то использовать в крем-суп. Крем-суп едят не все. Например, Захар у нас не ест. А запеченную тыкву ем только я и Игнат. А то мы их с Захаром тоже не едят. Но зато все едят блинчики с тыквенным пюре. То есть в тесто подмешиваются. Очень вкусно. И Захар тогда не капризничает, не говорит, что ему не хочется. Такое есть. Очень классное. И два огурца, собственно. Больших. Совершенно случайно не заметила огроменную капусту. Она у меня тоже была в моих покупках продуктов. А это консервированные помидоры. И они сразу нарезаны. Это тоже для рыбки. И также покупаю вот такие маленькие баночки сладкой кукурузы. Потому что когда открываешь большую, то не всегда за один раз можешь ее съесть. А так мне хватает. Ну иногда Игнат мне помогает. Но в целом очень удобно. Взяла сразу три. И также взяла гречневую кашу. У нас мало где продается не в пакетиках. Но вот это неплохая. Остальные крупы у меня есть. Молочка и около того. Две бутылки молока. Вот такой сырок. Сливочный я использую для всяких там намазок, для бутербродов. Покупаю у разных ферм. Просто был такой. Сыр нарезанный. Творог. У меня есть мой любимый. Называется творожек бабуни. Такой круглый. Господи, я могу его есть без ничего. Его не было в Лиле. Только вот здесь, в местном магазине продается. Так что, видите, все равно что-то подкупаешь. Все равно возвращаешься за чем-то другим. Так что я уверена, что я еще разок точно пойду в магазин. В течение недели как минимум за хлопьями и за творогом. Большая упаковка масла. Всегда беру 82%. А вот это интересная вещь. И йогурт не йогурт. И творожок не творожок. Но здесь очень высокое содержание белка. И также простой состав. Говорят, что это натурально 0%. Я не выбираю 0% продукты. Но вот этот, говорят, очень полезный. Мне нравится он по вкусу. Иногда с мёсли там всякими ем. Или просто с мёдом. О боже, у меня такой мёд от двоюродной сестры. Постараюсь не забыть вам показать. Он вообще не такой, как все другие, которые я когда-либо ела. И не потому, что он от моей сестры. Взяла две упаковки французского теста. Просто на всякий случай дети часто просят, мама, а сделай нам ёлочки. Так что иногда выручают. Или когда хочется по-быстрому сделать какой-то тарт. Ну, короче, одно, наверное, будет в морозилке. А второе, что-то с него придумаю сделать. Это такие сырки. Типа как десерты, наверное. Потому что йогуртами их сложно назвать. Вот. Два, нет, три шоколадных. И клубничный. Всё? Да. Вроде как из молочки. И всякого там, что находится рядом. Это конец. Хлеба я много на неделю не брала. Потому что мы обычно ездим ещё и в пекарню, которая находится тут в деревне рядом. И там супер вкусный хлеб на закваске. Это так, знаете. Кстати, часть хлеба для себя я замораживаю. Я беру себе бездрожжевую. Он очень тёмный. Такой, что можно и зубы поломать, если он зачерствеет. Поэтому его нужно или сразу съесть, или часть заморозить. Когда размораживаешь хлеб, он такой же по вкусу. А этот с овсянкой. Себя взяла четыре штучки. Половину в морозилку. Это булочки чисто на завтрак. Круассаны на полдник малым. А это мне. Это булочка из слоёного теста. Такая длинная. И внутри там сыр. Знаете, он такой необычный. И также шпинат. Наверное, завтра не успею сделать себе завтрак. У меня очень рано тренировка. Поэтому нужно будет что-то куснуть. Так как я еду дальше на маникюр, чтобы я там не умерла с голоду. Конечно, когда берёшь бытовую химию, то счёт у тебя автоматически в два раза больше. Из средств гигиены взяла только женские. Тут эти самые ватные диски и вино, чтобы пережить инфляцию. На самом деле, мне нужно белое вино в рыбу по-гречески. Но я думаю, что оно тоже у нас не пропадёт. Я иногда могу выпить бокал, но на самом деле не часто. На праздники позволяла себе. А сейчас надо рано вставать и всё такое. Поэтому для рыбки и на выходные. Нашёлся счёт. Видите, я вас не обманывала. И у Касси в Тедди взяла вот такую шелестящую игрушку. Она очень любит всё мягкое. Какие-то мячики и вкусняшку привезла. Она там сейчас её занимается. А это небольшие покупки из Юска. Ещё кое-что у меня есть из Океи. И всё-таки дома мы с вами займёмся, наверное, в следующем влоге. О-о! Подошло тебе? Пицца! Пицца-пицца! Теперь будет раздражать Томека. Йо-йо! Зубья у тебя страшные. Давай-давай! Пять минут для Юкаси и поеду. Потому что я забираю сегодня не только своих детей, но и соседских. Они вместе ходят в школу. И одну неделю мы их забираем с бассейна. Одну они, наших и своих тоже. Так что пора уже выдвигаться. Темно? Темно? Вот пол пятого. Я еду забирать. Давно у нас с вами не было какой-то вечерней или утренней, видите, рутины. Я подумала, что возьму-ка я с собой камеру и будем умываться вместе. Знаете, я очень люблю краситься, но еще больше я люблю умываться. Обычно я всегда, кстати, завязываю волосы и так же надеваю повязочку. Мне так реально очень удобно. Сначала я смываю макияж с глаз и первый слой тоналки и всего остального, что у меня есть на лице. Мне очень нравится сейчас вот такая мицеллярная вода от бренда Биленда. Постараюсь в описании все написать. Не знаю, как там камера сфокусируется при таком освещении. В общем, линейка Эксперт. Я не помню. Я ее купила, наверное, в каком-то обычном косметическом магазине, как Росман, что-то такое. И она хорошо снимает макияж. Успокаивающая написано. Действительно быстрее, чем некоторые другие. Она не раздражает кожу, но что бы я ни делала, она все равно немного краснее. Я смачиваю ватные диски так обильно и накладываю на глаза. Жду, когда тушь полностью растворится. Это займет некоторое время, потому что ресницы у меня, конечно, ого-го. Прокрашены. Я стараюсь не растягивать, сильно не надавливать. Просто так прижимаю, чтобы до конца везде поступила мицеллярка. Вот, собственно. Беру еще несколько. А еще брови. Так. И теперь аккуратно снимаю тональный крем. Странно. Нет зеркала, и я подглядываю в экранчик камеры. Так, осторожно все снимаю. Вот как-то так. Первый слой штукатурки я убрала. Можно выбрать гидрофильное масло. Просто я до сих пор не купила ничего нового. А то, которое у меня есть, это пион коньюля. Оно не самое эффективное. Я как-то так автоматически выбираю то, к чему лежит душа. И что действительно хорошо работает. Кожа, кстати, не стянута после этой мицеллярки. Но и то, и другое. И мицеллярную воду, и гидрофильное масло обязательно нужно смывать. У меня на раковине стоит пенка, которой я умываюсь и утром. Это Холика Холика Гуд Цера. Она имеет легкую отдушку. Супер воздушная. И она не сушит лицо. Сейчас намочу его и аккуратно все смою. Готово. У меня, кстати, всегда в ванной комнате есть отдельное полотенце для лица. Которое я каждый день меняю. Зачастую на этом мой демакияж завершается. Я наношу там тоник, ретинол и крем. Ретинол у меня был вчера. И, сори за подробности, но по-моему, не прошел бесследно. Поэтому на лице есть еще какие-то небольшие остатки. Даже это не постакне, а мелкие покраснения в нескольких местах. Я осторожно все убрала на лбу. И теперь хочется, чтобы до утра точно ничего не осталось. Но я тоже не планирую перебарщивать с ретинолом, чтобы не пересушивать, не истончать кожу. И что я возьму? Это такое мыло черное, которое я покупала у своего косметолога. У которого я была месяца 4-3 тому назад. То есть никаких чисток, ничего такого. Никаких новых процедур. Но она мне посоветовала это мыло в тех случаях, когда есть высыпание непонятного происхождения. Когда есть постакне. И я как-то так отложила это. Все ничего не происходило. А потом думаю, дай-ка попробую. У меня, конечно, трагедии с лицом не было. Но однозначно на утро кожа чище. Все заживает очень быстро. И мне кажется, что такая, знаете, уникальная вещь. Я видела, что очень хорошие отзывы на нее у тех, у кого проблемная кожа. Бренд PCA. Это та косметика, на которой работает косметолог. Которому я ходила несколько раз в прошлом году. Там на лазер и так далее. Вот так оно называется. Конечно, это не бюджетно, к сожалению. Но оно так медленно расходуется. Мне кажется, что оно быстрее испортится, чем я добью его до дна. И здесь еще в наборе продавались вот такие губки, спонжи. Что-то такое непонятное. Его нужно намочить. Что я сейчас и сделаю. У меня есть похожий старый спонжик от Yagatools. Чем-то они похожи. Только вот этот сухой, вот этот сейчас влажный. Видите, как он сильно увеличивается. Отжимаю немного. У меня здесь улинитель. Я боюсь, что я капну на него. Будет капец. Последние влогы на канале. И теперь набираем. Оно твердое, это мыло. Здесь в составе не ацинамид, а зелоиновая кислота и еще какая-то одна. Боюсь вам соврать. Напишу на экране. Потому что выбросила упаковку. Прочитала 3 месяца назад что-то. Мы сейчас уже не в состоянии вспомнить. Ну, какая-то, знаете, деликатная кислота, которая хорошо работает именно при проблемной коже. Вспениваем. И наносим на лицо. Только не под глаза. Немножко пощипывает. Ну, прям минимально. По сравнению с какими-то кислотными сыворотками. Это вообще пыль. Вот эту пену мы оставляем на 2 минуты. Чтобы она поработала. Чтобы была на нашей коже. Насколько я знаю, этот бренд не особо у нас где-то представлен. В такой свободной продаже. Только в косметологических салонах. И также в интернет-магазинах с профессиональной косметикой. Не стану настаивать, что это прям вообще всем надо. Не дешевое удовольствие. Но на мне это работает. Знаете, когда у тебя проблемная кожа. Тебя что-то беспокоит. Ты готов купить все, что тебе рекомендуют. И вот это мыло на мне супер. А ретинол от PCA мне не подошел. Он в 10 раз дороже, чем тот, которым я пользуюсь. И от которого я в восторге. Так тоже бывает. Но нет чего-то универсального. Что гарантированно будет давать результат на всех и каждом. Все мы разные. И это нормально. Но мыло классное. 2 минуты уже наверное прошло. Умываюсь и возвращаюсь к вам. Не могу сказать, что я какая-то супер красная после него. Но несмотря на то, что здесь есть кислоты. Они прям легкие. Обычно если я использую какую-то сильно очищающую маску. Или вот как сегодня более тщательное умывание. Не могу назвать его агрессивным. Потому что с лицом все нормально. Ну, чуть-чуть более стянутое, чем после одной пенки. Все-таки кислоты, да. Мне хочется восстановить кожный барьер своего лица. Поэтому я возьму супер вещь. Это тоник, который даже не тоник, а ампула. Тоник. Типа как два в одном. От бренда Мэнью Фэктори наверное. Да, полное название. У них вот эта линейка супер популярна. У нее там куча наград. Хочется попробовать еще больше. Но пока что у меня есть только вот этот тоник ампула. Наношу аппликативными движениями. Такими вбивающими. С одной стороны он по первым ощущениям просто улажняющий. Он чуть гуще, чем обычная вода. Но при регулярном использовании я вижу, что меньше высыпаний, меньше каких-то непонятных историй, пересыханий и так далее. В целом видно, что кожа сама справляется со всеми стрессами, с окружающей средой и с не самым правильным питанием. И не могу сказать, что я ем прям, знаете, идеально. Нет, всякое случается. Пока он впитывается, под глаза нанесу увлажняющую сыворотку от Pixi. Она такая полностью прозрачная. Днем я использую ее просто вместо крема. Без ничего. Классный. Но я воспринимаю его больше как крем, нежели сыворотку. Он даже был фаворитом года. На губы нанесу бальзам тоже от Pixi. Не могла дождаться этого момента. Губы у меня очень сильно сохнут. И сейчас можно воспользоваться любым увлажняющим или каким-то питательным кремом. Если вы выбираете пробиотики в свой уход, то помните о том, что их нельзя совмещать с витамином С, с ретинолом, с кислотами. Потому что под воздействием вот этих активных компонентов ваши пробиотики умирают, грубо говоря, и не оказывают нужного действия. Получите просто увлажнение по ходу дела. А для меня важно, чтобы это был такой пролонгированный эффект. И поверх я нанесу крем. Кстати, если у вас, например, кожа как-то не так отреагировала на что угодно. На декоративную косметику, на какие-то... Кстати, если у вас кожа как-то, знаете, отреагировала шелушениями, у меня даже были когда-то такие мелкие прыщики, и я поняла, что я борщинула, то ли, не помню, то ли с ретинолом, то ли с кислотами, и нужно было именно восстановить лицо. Давно уже покупала этот крем от By Wishtrend. Это корейская косметика, насколько я помню. Вот так он выглядит. Он имеет гелевую текстуру, очень легкую. Кстати, даже в теплое время года он будет суперкомфортным. Так что имейте в виду базовый, очень классный, увлажняющий, восстанавливающий крем. Можете глянуть тоже отзывы на этот крем. Очень классный. И тоже, девочки, для проблемной кожи. Он не имеет никакой отдушки. Я такую люблю. Ой. Слушайте, я вечером реально торможу. Я как-то медленнее думаю и медленнее что-то говорю. Организм хочет отдыхать. И наносим на все лицо. Я обычно еще наношу на шею и декольте. Но я как-то забыла надеть халат. Ладно, потом это сделаю. Это все в моей сегодняшней вечерней бьюти-рутине. Я еще обязательно сниму вариант именно с ретинолом. Потому что я многое рассказываю, но хотелось бы и показывать. А я пошла, найду свою пижамку, выпью какой-то чай. Потом же позже почищу зубы и донанесу на остальные части тела. Увидимся с вами дальше во влоге. На этом я с вами буду прощаться. Влог получился очень длинным. Немного как в старые добрые времена. Не забудьте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Пока-пока. И до встречи уже совсем скоро.